В рамках проведения в Костроме Дня благотворительности «Белый цветок» в Центральном парке культуры и отдыха города прошла благотворительная ярмарка. Все собранные средства от которой пойдут на ремонт отделения вынашивания недоношенных малышей детской областной больницы. На высоком берегу Волги, где с прогулочной террасы Центрального парка культуры и отдыха Костромы открывается великолепная панорама водной акватории, развернулись ярмарочные павильоны. Акция «Белый цветок», инициаторами проведения которого выступили областная администрация, благотворительный фонд свидетеля Василия Великого, Лига благотворительности «Белый цветок» и «Красный крест» стала самым значительным и масштабным марафоном добрых дел за последние годы. За мной находятся ряды, это около 100 метров, и там находится около 50 участников, которые представляют еще по 100-200 участников, которые вместе с ними передали свои поделки, передали свои рисунки всевозможные. Там есть всевозможные и пирожки, и что-то покушать можно. И поэтому общая численность, наверное, за тысячу участников. Все пришедшие в парк «Центральный» могли внести посильный вклад в сбор средств на ремонт отделения недоношенных малышей областной детской больницы «Костромы». Для этого нужно было купить любой из трех тысяч сувениров. Кроме того, рядом со всеми стендами были установлены опечатанные копилки, куда также можно было сделать пожертвования. В преддверии 1 июня, дня защиты детей, нам объявили, что проходит акция «Белый цветок». Объяснили историю, рассказали об этом празднике, и дети изъявили желание поучаствовать. Нам было объяснено, что мы будем стоять за прилавками, и дети будут делать своими руками поделки, которые мы будем давать в подарок, на кусу, которую люди сами подадут в этот ящик. Свои рукоделия на ярмарку передали дети и мастера со всей Костромской области. Городские кафе и кондитерские цеха для гостей праздника и благотворителей подготовили разнообразную выпечку. В шатрах под липами проходили мастер-классы традиционных ремесел и рукоделий. Мы сегодня, значит, поучаствовали в акции, которая приносит благородное дело, как бы это приобрели, ну, и сувенирчики, внесли в свою еду в это дело. С января этого года в отделение недоношенных детей областной детской больницы идет капитальный ремонт. Заменены окна, проведена вентиляция, приведены в порядок палаты для мам. Для полного совершения строительных работ нужно 7 миллионов рублей. Собрано пока только 4. В отделении ремонт был последний раз 17 лет назад. И отделение на сегодняшний момент уже не соответствует ни техническим требованиям, ни в порядке вентиляции, даже обычных бытовых условий. Мы очень хорошо оснастили отделение по программе модернизации здравоохранения за последние 2 года. То есть с оборудованием у нас проблем нет, а вот помещения, в которые установить это оборудование, конечно, требовали ремонта. Изюминкой Дня белого цветка в Костроме стал стенд «Область добра», повторяющий схематическую карту Костромской области и украшенный живыми цветами. Все участники благотворительной акции смогли подарить свое сердце детям Костромской области и за пожертвования заменить на стенде живые цветы на красные сердечки. Всего за несколько часов карта региона была заполнена сотнями таких сердец. После окончания акции денежные пожертвования с ярмарочных мест были публично пересчитаны специальной счетной комиссией и переданы в департамент здравоохранения. В копилке добрых дел города оказалось более 300 тысяч рублей. Организаторы мероприятия еще не подводят итоги своей деятельности. Праздник в Костроме дал начало всероссийскому движению. В 2013 году при поддержке Всероссийской лиги благотворительности Дни белого цветка пройдут сразу в нескольких регионах страны. Редактор субтитров А.Семкин